ПЕСНЯ Телячьей нежности, телячьей нежности. Позвольте, отстаньте, отстаньте вы все. Пожалуйста. ПОДПИСЫВАЕТ Сейчас, дорогие друзья, мы с вами попробуем делать вот что. Попробуем дать вам уникальную возможность напрямую поговорить с господином Миязаки и с господином Норштейном. Прошу вас. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Оля Эллер, я начинающий мультипликатор. Я очень ценю ваше творчество, господин Норштейн, Хаяо Сан. У нас очень в России много поклонников вашего творчества. Я сама с детских лет смотрю ваши мультфильмы. И у меня вот вопросы, как бы вопросы-предложения. Недавно во Франции, в Париже прошла выставка Хаяо Миязаки и Луазель. Вот. Почему бы не сделать такую выставку, например, с господином Норштейном совместную? И я думаю, очень многие ваши поклонники с удовольствием бы на меня пошли. Правильно! Спасибо! Это правильно. Я должен здесь сказать, отвечая на вопрос, я думаю, что вопрос нам пополам идет, но я должен ответить на этот вопрос. Значит, у нас была выставка в музее Джибури. Это музей, который сделан по существу под непосредственным влиянием, авторитетом, энергии Миязаки Сан. Без его личности не было бы этого музея. И вот у нас там была выставка. Так что в этом смысле у нас как бы счет 1-0. Теперь нужно сделать выставку Миязаки Сан здесь, в Москве. И, кстати говоря, я должен в который раз повторить приглашение к нам в России. К сожалению, Миязаки Сан, он сидит, работает или гуляет, или слушает музыку. И ни на какие уговоры приехать, чтобы ему... Никакие уговоры. Из посольства звонили, я говорил, на него это все не действует. Я надеюсь, что сейчас вот призыв, который прозвучал, как-то будет им как слышно. Теперь-то мы видим, насколько человек в себе, господин Миязаки, судя по этому оживленному диалогу. Я еще должен добавить, что Миязаки Сан просто не представляет, насколько его фильмы популярны здесь. Я об этом не знал. Мне об этом стали говорить молодые ребят, что оказывается уже все вокруг видели его фильмы. Даже те, которые он еще не сделал. Ну а теперь, господа, самая оживленная часть диалога. Давайте послушаем, что об этом думает господин Миязаки. Миязаки Сан-сей-ва, до конгаи, наде шокка? Я... Ну... Ну... Мне самому не хочется заниматься своими собственными выставками. Во Франции это было влияние Миязаки, он предложил мне, и просто я откликнулся на это. А мы будем с вами здесь заниматься. Ну, только работой представьте. Миязаки Сан-сей-ва, сакхин-даке кудаса-тара, Кокоро-кок-кудэ, а так что все я делаю, сакхин-даке кудаса-тара. Ну, это вы поговорите с моими продюсерами, а я... А можно ли так сделать? Это вторая песня. Вот прямо сейчас, когда там продюсеры договорятся, тогда и будет результат. А вот прямо сейчас, в прямом эфире, на наших глазах, не могли бы два гиния, вот прямо на бумаге, которая находится перед ними, нарисовать, что, например, вот шар же друг на друга. Можно ли вас попросить это сделать? Это будет первый шаг к совместному творчеству господина Норштейна и господина Миязаки. Можно ли вас попросить сделать это? И через 10 минут мы посмотрим, что получилось. Ой, это запрещенный удар, конечно. Надо попробовать. Пошло, пошло, господа. По российскому обычаю, перед этим надо выпить, конечно. Да, конечно. А мы тем временем, давайте-ка посмотрим с вами, дорогие друзья, репортаж из музея Гивли. Вот того самого... Смотрите, Миязаки-сан уже что-то сделал. Норштейн. Секера, Миязаки. Норштейн Миязаки. Смотрите-ка, вы получаетесь попугай. Да, но Норштейн-сан уму, да? Смотрите. Да, попугай. Сейчас мы покажем кадры из музея Гивли. Не могли бы вы, Хаяо-сан, предварительно эти кадры рассказать? Очень запоминающиеся глаза, господин Норштейн. А-а-а. Расскажите нам про музей Гивли. Вот что вами двигало, когда вы его создавали? О, опять вы, Юрий Борисович, смотрите, попугай растет. А-а, умуга укикунатта, не? Я, нанека омошелый кота шинахатта, но то, кодому-тачи не... Мне хотелось сделать что-то интересное, чтобы дети смогли получить какой-то необычайный опыт, необыкновенный опыт. Поэтому я сделал этот музей. И пока гении заняты первым совместным творчеством, давайте посмотрим кадры. Юрий Борисович, вы так увлекательно об этом рассказываете, не могли бы вы... Я должен сказать, что... А, простите, до этого наш ход. А вот это Миязаки. Большой, король. С Миязаки сенсекс. А, значит, я должен сказать... Я худой такой тут у вас. Я вижу только половину. А меня он нарисовал слишком полным. Я похудел. Я сделал такую картину, чтобы вы тоже могли быть в музее с ножницами. А почему у Нарштейна ножницы в крыле? А, ну, он все время... Ну, у него все время пользуется ножницами, когда фильмы свои делают, вырезает ножницами. Когда выставки делают, у него всегда ножницы в крыле. Нарштейн попугай с ножницами? Нарштейн сам. Значит, раз у нас зашел разговор о музее, то я должен сказать, что сегодня в мире существует единственный, абсолютно уникальный музей, который, значит, сделан, я уже говорил, студией Джибы и энергии Миязаки-сан и его друзей. И, по-моему, в работе и в производстве этого музея деньгами, наверное, участвовало телевидение. Я сейчас подробностей не знаю. Но есть факт, что есть музей. Музей абсолютно уникальный. Этот музей, в основном, он ориентирован на детей. Значит, с утра до вечера там не умолкает детский щебет. Они разбегаются по музею как термитры. Они везде. И там для них сделаны пути, где они могут быть, где не могут. Там, например, там сделаны макеты, там сделан макет механический, где показано, как происходит движение. Мультипликация, присъемка. Там сделаны отдельно фазы каждой фигурки, то есть какого-то движения, отдельные фигурки сделаны. Приблизительно колесо вот почти такого диаметра, оно крутится. И мы видим, как девочка, это персонаж из фильма «Унесенные призраками», она прыгает. Все это крутится, потом останавливается колесо, и дети видят, что это все отдельные фазочки. То есть, и они прилипают к этому окну, и они смотрят на это абсолютно таким чистым глазом. Там макеты. Там сделаны специальные винтовые лестницы, по которым дети целый день, они куда-то такое по винтовой лестнице идут. Где они скрываются, я не знаю. Там сделано отдельный такой таксикод. Это такси, ну, наверное, метров 10 длиной, с окнами. Это персонаж, опять же, из фильма «Миядзаки». И там дети кувыркаются в этом такси все время. Там, когда бы ты ни зашел, там все время дети. Там же персонажи, опять же, из фильма «Унесенные призраками», такие черные какие-то комочки с глазами. И этими комочками, как снежками у нас в Москве в зиму, там дети перебрасываются. То есть, это, конечно, сумасшедший дом. А наверху, удивительное дело, естественно, выставочные залы, эскизы. То есть, там есть и серьезные части, есть такая часть, где ребенок может играть. Там внизу, на первом этаже, например, сделан настоящий старый колодец. И дети там облегчены.